Другой кейс тоже был у нас в гостях бывший гендиректор фонда капитального ремонта Борис Герасимов. И он рассказал на примере конкретного дома, как из 5,5 миллионов рублей затраченных работ на капремонте подъезда, 3,5 миллиона работ сделаны по смете, остальные сделаны не по смете. И 2 миллиона, каким образом получается, это нецелевое использование бюджетных средств, потому что программа финансируется из бюджета. И как ни он с этим не обращался в разные органы, глухая стена, никто даже проверять не хочет. Когда прямая обязанность казначейства проверять такие вещи, вроде бы они через суд добились, что они должны проверять, а с результатами проверки теперь их не знакомят. Ну, на мой взгляд, я занимался вопросами капремонта, в частности вот эту историю мы тоже обсуждали, и с Борисом Павловичем мы разговаривали на эту тему. Он человек действительно очень погруженный, и он, собственно, сам из этой среды. Капремонт, да, это огромная проблема вообще на федеральном уровне. То есть и вот расходование денег на капремонте, и система контроля. Потому что я вот лично в этой ситуации увидел конфликт двух факторов. Во-первых, ну вот мы вот все постоянно слушаем там доклады, значит, на хабировских оперативках о том, что вот какие объемы вложены ежегодно, вкладываются капремонт, ремонт крыши, ремонт подъездов, там еще что-то. Это все призвано нам подчеркнуть, как дорогой Радифаритович заботится о нас, говорится, неблагодарных, и прочее, прочее. Цифры сыпятся, миллиарды, сотни объектов и так далее. На самом деле, конечно, вот мера контроля за этим расходованием, но вернусь к своей идее о конфликте двух факторов. В этой сфере сталкиваются две разновидности денег – бюджетные и конкретные деньги конкретных жильцов. Вот в этом бы месте надо начинать разруливать вот эту ситуацию, потому что здесь даже юридически непонятно, кто о чем беспокоится, то есть кто, условно говоря, пишет заявление. То есть мы, как жильцы, вносящие деньги вот в эту условную копилку и копящие деньги на капремонт своего дома, или, например, государственные казначейства, Минфин и прочие, которые должны проконтролировать эффективность и достоверность расходованию бюджетных средств. Тут поле непаханное. Спасибо Павлу Руриковичу, который вообще придумал этот капремонт. Это же гений современности. Но вместе с этим фондом, да? Да, он вообще придумал принцип этот. Я много раз говорил в своих программах, что идея и необходимость создания системы капремонта – это абсолютно очевидная вещь. Жилой фонд страны ветшает, и в некоторых местах он вообще ветхий. И граждане не понимают, вот пока мы еще не привыкли к ощущению собственности, то есть мы живем в собственных квартирах, но при этом отрицаем ментально, что дом тоже наш, что крыша – это тоже наша. Вот человек живет в деревне, он точно знает, если у него крыша потекла, никто, кроме него, эту крышу не отремонтирует. И ему в голову не приходит идти в сельсовет и говорить, а что вы мне крышу там не ремонтируете, у меня капает. Он сам лезет, сам меняет шифер, там латает железо. И вот до тех пор, пока у нас еще не выработалось вот это ощущение собственности не только своих стен, но еще и крыши, вот до этого момента государство, в принципе, наверное, должно заниматься какими-то организационными моментами. Но то, как оно этим занимается, это, конечно, вопросов вообще бездонное количество. В том числе и функционал контроля. Вот то, что мы обсуждали с Борисом Павловичем, и то, что вы говорите, то, что вот сейчас вот там условно казначейство и Минфин показывают друг на друга пальцем, а потом этим же пальцем крутят у виска, и делают много разных таких вот жестов, но эффективность этого всего близка к нулю. А вопрос простой. Почему вот там из пяти миллионов два прошли мимо? При нормальном устройстве этого контроля ответ должен был бы поступить незамедлительно. Либо, ну, вопрошающие ошиблись, и вот вам объяснение. Либо здесь есть какое-то злоупотребление. А если оно есть, ну, давайте тогда, после выявления злоупотребления наступает ответственность. Да, верните деньги. А сейчас вот, ну, верните деньги, это, знаете... Ну, условно, я говорю. Но, кстати, прецеденты были. В моем доме, в котором я живу, мы вернули 2 миллиона, которые были истрачены, не взысканы вообще с жильцов, незаконно. Год судились, там были вот у нас инициативные люди. Я думаю, по этой теме надо вообще отдельно переначивать. Да, им должен быть поставлен памятник, но вот конкретно могу даже назвать фамилию Бориса Сагитова, такой у нас есть инициативный товарищ. Вот он просто вот за год вернул 2 миллиона нашему квартирному дому. Ну, очень приятно слышать, что есть такие примеры. Ну, это вот факт. Очень приятно слышать.